На этот маршрут региональные инспекторы ГИМС выходят практически ежедневно. Под прицелом маломерные суда. Летние выходные деньки – время большого наплыва отдыхающих. Усиленный контроль просто необходим. Во время патрулирований проверяются судоводители, которые имеют в собственности маломерные суда. У них проверяют наличие документов, подтверждающих регистрацию данного маломерного судна, наличие права, прав на управление маломерным судном. И, соответственно, проводится беседа по безопасности поведения наводных объектов и использовании маломерных судов. Государственной регистрации подлежат все маломерные суда длиной до 20 метров, весом более 200 килограммов и мощностью мотора свыше 11 киловатт. После отметки в реестре собственник обязан получить права на управление. Есть, правда, одно «но». Лодкам без подвесных моторов и двигателей обязательная регистрация не нужна. «У вас мотор не подлежит регистрации. Очень хорошо, что вы находитесь в спасательном жилете, но в данный момент, когда вы шли навстречу нам, вышли по судовому ходу. Мы с того берега просто, мы по берегу шли. Я понимаю, но вам нужно идти. Если вы видите визуально буй, то от буй не более пяти метров нас в сторону судового хода. Если буй нет, не более 10-15 метров от берега». За такие нарушения строго пожурят. И на этом все. А вот если судно подлежит регистрации, а у вас нет прав, получите административные штрафы от 15 до 20 и от 5 до 10 тысяч рублей соответственно. Кстати, прямо во время рейдов с отдыхающими на пляжах, особенно на несанкционированных, инспекторы проводят профилактические беседы. «Дети у вас купаются без присмотра взрослых. Я понимаю, что вы находитесь наверху, но вы должны прекрасно понимать, что, здравствуйте, что ребенок, вот если он, не дай бог, начнет тонуть, вы не успеете оттуда спуститься для того, чтобы спасти. Не важно, умеет ребенок плавать, не умеет. Это не озеро, это река. Здесь есть водовороты, здесь есть сильное течение. И поэтому, если у вас детишки купаются, будьте, пожалуйста, любезны находиться рядом с ними». За такую вот неосмотрительность на первый раз родители просто предупредят. В последующем оштрафуют на сумму от 100 до 500 рублей.